Девушки отдыхают «Будущее злодеяния», подтверждая в своем учредительном уставе веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности и приверженность делу повышения уровня жизни в условиях большей свободы. В последующие годы государства-члены Организации Объединенных Наций стремились разработать положение устава в области прав человека и отразить их в едином документе. Потребовалось три года, чтобы согласовать общее видение. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла всеобщую декларацию прав человека как единый стандарт для достижений всех народов и всех наций. Это первый шаг в большом эволюционном процессе. Это первый случай, когда организованное сообщество наций выступает с Декларацией прав человека и основных свобод. И она правомощна, как мнение представителей Организации Объединенных Наций в целом. Миллионы людей, мужчин, женщин и детей во всем мире обратятся за помощью, советом и вдохновением к этому документу. При том, что только история может определить историческую значимость события, с уверенностью могу сказать, что Декларацией перед нами суждено занять почетное место среди позитивных ориентиров в истории человечества. Декларация состоит из преамбулы и 30 статей, где первая статья мощно провозглашает, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Нет дискриминации. Право на жизнь, свободу и безопасность. Никакого рабства, никаких пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Равная защита закона. Никакого произвольного ареста, задержания или изгнания. Право на справедливое и публичное слушание. Никакого вмешательства в частную жизнь. Право на свободу передвижения. Право искать убежище и пользоваться им. Право на гражданство. Право вступать в брак и создавать семью. Право на собственность. Свободу мысли, совести и религии. Свободу мнений и их выражения. Свобода мирных собраний и объединений. Право на участие в управлении государством. Право на труд. Право на отдых и досуг. Право на питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и социальные услуги. Право на образование. Право на участие в культурной жизни. Эти права человека не зависят от конкретной страны. Они не являются вознаграждением за хорошее поведение или особенностью для определенной эпохи или социальной группы. Они являются правами людей любого цвета кожи, каждой расы и этнической группы. Независимо от того, имеют они инвалидность или нет. Граждане они или мигранты. Независимо от их пола, их класса, их касты, вероисповедания, их возраста или сексуальной ориентации. Декларация во многом способствовала принятию мер по защите прав человека. Она побудила к разработке сотен инструментов по правам человека, которые вместе составляют международное право в области прав человека и международные механизмы по защите прав человека. Принципы декларации поддерживают борьбу за деколонизацию и закреплены в конституциях вновь созданных стран, которые присоединились к Организации Объединенных Наций. Декларация вдохновила на создание национальных и региональных систем защиты прав, включая законодательства и институты, и продолжает направлять правозащитников и адвокатов во всем мире. Сегодня декларация доступна на более чем 500 языках и диалектах. Она установила мировой рекорд Гиннесса как самый переводимый документ в мире. 10 декабря, день, когда была принята декларация, отмечается каждый год как День прав человека. В декларации подчеркивается актуальность прав человека в нашей повседневной жизни. Где же начинаются права человека? Совсем рядом с нами, там, где мы живем, в тех местах, которые невозможно разглядеть ни на одной карте мира. Но это мир отдельного человека, окружение, в котором он живет, школа или колледж, который он посещает, завод, ферма или контора, где он работает. Именно там каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок хотят равного правосудия, равных возможностей, равного уважения без всякой дискриминации. И пока эти права не признают там, они не будут иметь большого значения где-то еще. Если граждане не будут отстаивать свои права там, где они живут, наши надежды на прогресс во всем мире тщетны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok